Всем привет! У меня новая обновка. Это газовый горб. Взял я его для того, чтобы поэкспериментировать с дамазской сталью. И самое главное, я хочу попробовать сделать лист из вот такой болванки. В этом видео я постараюсь сделать умбон. Умбон это такая железа, которая крепилась на щит. И мне интересно, смогу ли я сделать из бруска, ну из кругляка стали, плоский лист, а потом сделать из него вот такую полусферу. Если вы давно на канале, то вы знаете, что у меня вышло видео про альтернативных историков, которые считали, что доспехи невозможно было сделать в средневековье. Если есть листовая сталь, то это говорит о двух вещах сразу. В 13 веке умели листовую сталь и прокатное производство. Никаких рыцарей не было. Все доспехи сделаны кузнечно-прессовым оборудованием из легированной стали. Неужели в 15 веке были стали прокатные станки? Где в 15 веке была листовая сталь? Их для сувениров делали и ставили в залах каминных. Нет ни одного доспеха, на котором есть царапины или вмятины, например. Вот это поворот! Я им не верю, потому что я много имею дело с музейными экспонатами. Часто приходится изучать и смотреть, какие доспехи были и как они могли быть сделаны. И мне кажется, что в средневековье, в 14-15 веке вполне могли разбивать вот такие толстые бруски стали с помощью водяного молота, который работает как мельница. Вал приводится в движение с помощью реки. Она крутит вал. И уже в мастерской этот вал начинает поднимать тяжеленный баек на рычаге, который поднимается, а потом падает со всей своей силой. То есть чем тяжелее баек, тем сильнее он ударит. Причем хочу заметить, что при такой большой массе, скорее всего, эффект будет как что-то среднее между современным кузнечным молотом и современным прессом. Ведь у нас тяжелый баек, который отпускается, и он начинает набирать скорость, и бьет, и как бы давит. Пример такого водяного молота есть в Италии. И итальянский мастер сделал с помощью него даже шлем. Но делал этот шлем, он из толстой пластины. То есть у него уже была сантиметровая пластина. Единственным аргументом у наших любителей альтернативной истории является то, что такую пластину тоже невозможно сделать. Ну, я попробую. Правда, я буду, конечно, делать не средневековыми инструментами, а современным газовым горном, который мог быть заменен в средневековье на обыщенный горн с древесным углем. И у меня вот пресс стоит, но который тоже мог быть заменен или на пяток молотобойцев, или на водяной молот. Посмотрим, что получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, примерно 3,5 часа работы. И у меня блинчик. Я еще не мерил, сколько здесь в среднем будет толщина. Но если так на глаз, то... Миллиметра 4. Кое-где тоньше. Конечно, при больших пластинах это, наверное, сложнее. Но я делал только что первый раз, у меня вроде все получается. И если бы я это делал, например, год одинаковой операции, я думаю, что я бы хорошие, ровненькие листы бы выдавал. Сто процентов. Конечно, в средневековье только могли мечтать о такой качественной стали, но я не думаю, что средневековые мастера не могли сделать доспехи. Единственное объяснение это рептилоиды-моллюски, которые прилетели из далеких галактик. И доспехи это остатки древней цивилизации. Но это же бред. Но что это за исследования, что это за историки, что это за специалисты или эксперты, как их называют. Как ни странно, пришел момент, когда мне удобнее ковать руками, чем на прессе. Когда бойки пресса сжимают материал, он быстро остывает. Чем тоньше материал, тем быстрее он остывает. Следовательно, я теряю много нагрева. И если я стучу молотком, у меня нагрев остается дольше, и я больше успеваю прорабатывать материал. Конечно, с водяным молотом, думаю, такой проблемы бы не было, потому что байок сразу бы поднимался. Ну, так же, как и у кузнечного молота. Чем тоньше становится заготовка, тем сильнее есть разница между нагревом толстой части и тонкой. Например, если у меня где-то есть толщина 2 мм, а где-то 3,5 или даже 3, то 2 мм потемнеет быстрее, чем 3 мм. То есть толстые куски остаются прогретыми намного дольше. И когда я протягиваю на прессе, я их вижу, и я их дополнительно додавливаю. То есть, если я увидел, что у меня зона быстро потемнела, это означает, что ее трогать не надо. Если у меня еще зона светлая или темно-красная, это означает, что там толстый кусок, который нужно еще догнать. Это помогает сделать лист более равномерным. Пока что ничего невозможного нет. Прямо сейчас у меня заготовка в виде такой лепешки, которая 100% толще по центру. Я не мерил, просто я знаю, что я разгонял края специально, потому что я вот сейчас подумал следующее. Я уже давно мечтаю сделать цельнокопанный шлем, но с помощью дефовки. Дело в том, что сегодня мы делаем из листовой стали, из листа сразу тонкого равномерной толщины цельнокопанный шлем. При этом мы используем метод райзинг. Райзинг это когда мы опускаем лист. Дефовка или выкладка это тогда, когда мы берем яму, ложим в заготовку и бьем в яму. Это самый эффективный способ достижения объема, какой-либо объемной формы. Он эффективный и быстрый. В то же время райзинг он долгий. Поэтому сегодня, чтобы сделать цельнокопанный шлем из листа, занимает примерно 3-4 дня. И мне кажется, что было бы нелогично делать в средневековье равномерный кусок стали, ну такой листочек, и потом его еще дополнительно осаживать. Мне кажется, что лучше сделать лепешечку, которая будет толще по центру, чтобы потом ее теми же механическими молотами или с помощью двух-трех молотобойца с большими кувалдами протянуть центр и получить объем сразу. То есть не гнать сначала лист, а потом объем, а сразу объем сделать. И мне кажется, что при должной сноровке можно получать регулярно правильное качество, то есть равномерную толщину по заготовкам. Тем более, не секрет, что многие части доспеха в одном месте были тоньше, а в другом толще. Например, кераса была, особенно поздняя, была толще на груди. Да и шлем я бы, например, усилил именно сверху, а не по краям, потому что сверху приходят самые сильные удары. В боковую часть уже, они, во-первых, не такие сильные в основном получаются, во-вторых, тут шлем качается. Часть инерции уходит на то, чтобы столкнуть шлем. То есть тут зона не пробивается так сильно, как здесь. Это проверено на практике, на тестах, на которых я тестировал шлемы. И к тому же это проверено на ребятах, которые дерутся в бугуртах, и просто видно, где самые сильные повреждения. Хоть от тупого оружия, но это видно. А, и что я еще забыл. Смотрите, это поверхность, которая характерна для ручной ковки. А вот тут я сейчас вставлю фотографию средневекового салита. Салит это такой средневековый шлем, примерно 15 века. И вы можете увидеть такие же пакованности. Никакого проката тут и в фамилии нет. Откуда взяли альтернативные историки, что это сделано из проката? Почему эти эксперты не изучили все экспонаты музейные, и не нашли эти фотографии, и не показали своей аудитории, что вот почему-то вот тут у нас шлем, и вроде как не из проката? Почему? Загадка. Точно так же, как и почему в эту альтернативную историю так много людей верит. Да, как померить толщину листа, который раскопан вручную? Ведь я могу случайно перетянуть где-то, и станет слишком тонко, или же оставить слишком толсто. Я не знаю, как точно делали средневековье. Но предполагаю, что это можно делать, например, кронциркулем. Он, я уверен, что он был средневековья. Пруфов сейчас у меня под рукой нету, но по-моему я видел гравюру, где с похожим инструментом нарисованы средневековые мастера. Как он работает? Это просто две лапки, которые можно или сжать, или разжать. Кстати, можно еще мерить вот таким образом. Вот толщина, которая у меня по центру блина. Здесь, мне кажется, 5... Нет, 4 миллиметра. Возможно, 4,5. Посмотрим. Нет, 5 миллиметров ровно. Если верить в неечки. 5 миллиметров ровно. По центру у меня 5 миллиметров. Это дофига. Мне нужно тот же. Я уверен, что я могу спокойно догнать этот весь лист. В толщину 2 миллиметра вообще не составляет труда. Это займет какое-то время, но мне это не интересно сейчас. Потому что, как я говорил, уже лет 10 я мечтаю попробовать из блина растянуть заготовку и посмотреть, получится или нет. И, наверное, сейчас я это и сделаю. И я вот смотрю на размер. Мне кажется, если все пройдет гладко, это даже будет не умбон, как я думал. Маленькая глусферка. А такой черепничок. Шлемик на голову. Маленький, но... Ну, тут это целый шлем. Маленький, но... Маленький, но... Маленький, но... Маленький, но... У меня получается вот это. Это почти шлем. Это больше, чем я ожидал. Я думаю, что я еще дотяну его. Кстати, я понял, что... В принципе, я неплохо чувствую при ударах, где более тонкий материал, а где более толстый. И я скажу, что я даже могу отличить плюс-минус по удару 2 миллиметра и 3 миллиметра. Потому что я уже паковал, я уже делал много шлемаков. И в принципе, хоть я уже работаю более 10 лет, но на самом деле я стал замечать разницу в толщине металла еще где-то вот за первый год-полтора работы. Потому что... Потому что я пару раз просто порвал заготовку. То есть я бил-бил-бил, стала трещина. И мне пришлось думать о том, чтобы не запороть деталь. И я начал понимать, ага, тут уже мягковато, здесь уже больше бить нельзя. И здесь я сейчас прям хорошо чувствовал, где у меня прямо толстый материал. Я его прям... Я чувствую, что он там масса такая. И я его прогреваю прям так раз и протягиваю, там даже не боюсь. А там, где я вот чувствую, что как-то мягковато, я уже очень аккуратненько начинаю работать. Получается такой очень маленький черепник. Я вот только что его, кстати, деформировал и чувствую, что он прямо очень твердый. Там есть куда растянуть еще, то есть я подниму его выше. Нормальная железная шапка. Это хорошо. У меня вот тут по краю. Не знаю, вот вам видно или нет. На краю вот тут есть расслоение. Оно появилось еще, когда я шайбу катал. Я не до конца убрал заваливающиеся края и в итоге они вот так вот слезлись и сомкнулись. То есть это не дефект стали, а то сейчас придумают, что вот, типа делал-делал, у него сталь расслаивается, поэтому невозможно. Вот, возможно все. Я думаю, что такой метод изготовления очень перспективен. Если мы задаем по центру хорошую толщину, вот у меня было примерно 5 миллиметров, и если честно, мне кажется, этого маловато. Нужно было бы оставить по центру миллиметра 6-7, чтобы я его не боялся вот так вот вытягивать вверх, чтобы я прямо вот просто вставал сюда, гатил его. Оно уж тянется хорошо. Когда мягенькое, там можно протягивать, прямо лупашить очень сильно. Тем более, если у нас есть какое-то усиление, там, механический молот или водяной молот, там я думаю, я думаю, что цельнокованный шлем можно было бы буквально за день сделать. То есть, блинчик получили, встали, цельнокованный шлем за день. Это быстрее, чем сейчас делают по 4 дня цельнокованный шлем из листа. Так что, тут есть с чем поразбираться. Альтернативщики, привет! Невозможно сделать, да? Субтитры сделал DimaTorzok А, и да, ребята, в комментариях будьте вежливы друг к другу. Если вы адекватный рептилоид, то вам тут рады. Если вы неадекватный альтернативщик, то вам тут не помогут. Вам нужно обратиться к психологу. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok